Активно проявили себя жители городского поселения Монина на приеме руководителя администрации Щелковского района. Решение проблем в развитии малой родины здесь видят в совместной работе властей и населения. Создать общественный совет предлагает местный житель, президент благотворительного фонда «Просвет» Юлиан Нестеров. Он уже как бы открывает определенные вопросы, что народ может помогать спокойно и администрации, и депутатам, и всем. Работает нормально, конструктивно. На взгляд жителя городского поселения Монина появление такой структуры поможет решить множество вопросов, в том числе содействовать в борьбе с такой страшной напастью, как распространение наркотической зависимости и алкоголизма. В рамках приема руководитель районной администрации обещал поддержать идею создания общественного совета, а проблему распространения наркотических веществ взять на контроль совместно с правоохранительными органами. С Макаром поработаем, чтобы был обязательный общественный совет, который займется в том числе и общественным публикацией подобного рода в состоянии положения дел по наркотикам и по алкоголю. Особо актуально на приеме, как обычно, прозвучали вопросы сферы коммунального хозяйства. Жители поселения Монина возмущены резким ростом цен на коммунальные услуги. Почти в полтора раза увеличилась стоимость теплоснабжения. Руководитель администрации постарался дать обратившимся жителям подробные разъяснения на этот счет. Тариф, который раньше был в Министерстве обороны, он не соответствует тем затратам, которые на данный момент несет ресурспоставщик. Дельта получилась. Между тем, что платит ресурсникам организации, которая занимается теплоснабжением и электроснабжением, и соответствует то, что собирает с вас. Эта дельта выползла, когда я был здесь, 75 миллионов, потом 140 миллионов. И мы понимать начали, что дальше это путь в никуда. Путь в никуда – это отключение, соответственно, котельное, отключение электроснабжения. Здесь другого выхода, как поднять тариф, нет. Просто нет. Его надо выровнять, соответственно, с тем тарифом, который идет усредненный по Ощелковскому муниципальному району. Жители, в свою очередь, отметили, что само повышение тарифов прошло бы не так болезненно, если бы оно сопровождалось соответствующим ростом качества коммунальных услуг. Пока же теплоснабжение во многих домах бывшего военного городка оставляет желать лучшего. Постоянные перебои с горячей водой. Либо она есть, но теплое, как парное молоко. Мы же выезжаем и регулируем ситуацию. Неужели нельзя будет комиссии вашей, Иван Николаевич, совместной депутатской комиссии, проверить подобного рода нарушения ресурсопоставщиками нормативных показателей по ресурсу и, соответствующим образом, не поставить их на место. Также в рамках приема обсудили вопросы земельных и имущественных отношений, благоустройства и развития предпринимательства. Всего на прием к Алексею Валову пришли более 20 жителей поселения.